Итак, сегодня у меня в арсенале три темы. Хирургия в Словакии. Хирургом мне не стать, но госэкзамен стала. Сравнение медицинской студенческой практики в Словакии и Германии. И последнее, как выиграть грант на практику за границей, а конкретно Erasmus. Начнём, давайте, с самой первой. Сначала я представлюсь. Здравствуйте, дорогие друзья, незнакомцы с интернета. Я Майя, Белорусска, Словакия. И через три месяца я официально стану врачом. Ну, если сдам с первой попытки свой последний госэкзамен. Да, не удивляйтесь. Вы можете подумать, да блин, да кто будет заваливать студентов на госэкзамене на последнем курсе. Ещё как станут. И очень многие. Всё зависит от комиссии, от вопросов, от констелляции звёзд и планет. Просто от очень многих факторов. Так что да, на данный момент я заканчиваю шестой курс. И живу здесь, в Словакии, уже практически восемь лет. И планирую в ближайший год или даже полгода переехать работать в Германию. Работать там, соответственно, врачом. Итак, как у нас в Словакии проходила вообще вся хирургия? Хирургия как предмет у нас начался. На четвёртом курсе, если я не ошибаюсь. Сначала это была хирургическая препедевтика. Это было ещё во времена ковида. То есть у нас это всё было онлайн. Мы не видели пациентов. У нас даже лекций особых не было. Нам просто загрузили в MS Teams несколько презентаций. Мы их смотрели, типа. Потом сдавали какой-то тест или экзамен по этому. Больше хирургии у нас появилось на пятом курсе. Но и то, как она у нас всегда проходила в Словакии. Вообще большая часть, больше, чем половина всех наших стажей, то есть практики в больнице, складывалось просто из ожидания. Мы просто приходили и могли несколько часов ждать, пока хоть кто-то, в принципе, уделит нам внимание. Или кого-то, одного-двух человек из группы могли сразу отхватить, отправить ассистировать на операцию. Там это тоже раз на раз не приходилось, как это проходило. Кто-то мог просто ассистировать себе спокойненько, кто-то просто в углу стоял, им не давали ничего делать. А кого-то жёстко спрашивали прям всю анатомию. Иногда мы приходили, к нам выходил какой-нибудь молодой врач, и такой, типа, ну вы знаете, как у нас проходит хирургия в нашем университете. Она у нас, мы её обучаем, учим вас так, что ничему мы вас не учим, ничего не показываем, вы учите всё сами. Вот, подпишите, что вы здесь были, идите домой. То есть вот так классно она у нас проходила. В конце пятого курса ввели новое введение. Придумали как будто бы дополнительный госэкзамен перед самим госэкзаменом. Летом пятого курса, прошлым летом, я сдавала и учила всё то же самое, что я учила сейчас на госэкзамен. Почему, для чего, непонятно. Проходило это всё очень странно ещё тогда летом. Это была как будто бы просто формальность. Хотя летом меня экзаменировал самый главный врач, грант всей хирургии, ответственный за всю хирургию. Кстати, тот, у которого я была и сейчас на госэкзамене. Но проходило это всё так. Я пришла, я вытянула один вопрос. Я сказала на него два-три предложения. Потом пару минут меня поспрашивали, как жизнь в Беларуси, как у меня дела. Поставили Ачку, лучшую оценку, и отправили домой. То есть вот такой был экзамен. Что меня ждало сейчас? Сейчас у меня был госэкзамен по хирургии. Будет 26 февраля, совсем недавно. Как вы уже, наверное, знаете, у нас все экзамены, госэкзамены, проходят ни в одну неделю, ни в один месяц. Они разделены на целый год. Сначала у нас следует предгосэкзаменационная практика, потом сам госэкзамен. В этот раз практика перед экзаменом длилась формально шесть недель, из которых две последние недели были семинары, то есть лекции. То есть по сути четыре недели. Эти четыре недели я была в Германии, о чем я вам уже рассказывала частично. В следующем видео расскажу все различия. Но я думаю, вы и так уже немножечко поняли, что где лучше, продуманней. Потому что да. Итак, перед самим госэкзаменом у нас всегда еще должен быть практический экзамен, практическая часть госэкзамена. Ее всегда нужно проходить обязательно именно в том университете, где вы учитесь, в той стране, где вы учитесь. То есть его я проходила здесь, в Словакии. Меня должен был экзаменировать, опять же, этот самый главный мужик, который глава моей комиссии госэкзамена, который экзаменировал меня летом. Должен был это быть он. Но опять же, мы пришли втроем на практическую эту часть. В пятницу это было, в понедельник уже был сам госэкзамен. Хочется сказать просто штатница по-словацки. Это легче, чем госэкзамен, госэкзамен. Да, мы пришли втроем, потому что у нас было трое человек в группе, которые проходили эту практику за границей. Мы ждали этого мужика, главного, часа два. Каждые 15 минут к нам подходил какой-то новый врач, которого мы видели впервые в жизни, и говорил, подождите еще чуть-чуть, он оперирует, еще чуть-чуть подождите, подождите. Ну и мы такие, окей, конечно, подождем с радостью. Главное, чтобы пришел именно он. Ведь он самый пофигист, самый добрый чувак. И мы были готовы ждать его хоть до вечера. Но в итоге пришел другой врач, молодой. Начал тоже со слов, извините, что вот этот господин врач задерживается. И мы такие, ну как обычно, да не, ничего, мы будем ждать, будем ждать. И он такой, он попросил меня, чтобы я вас проэкзаменировал. И мы такие, вот блин. Ну окей. У нас было трое, две девочки и мальчик. Я, наша одногруппница, которая проходила практику в Америке, в Техасе, и мой парень. Мы зашли, сели в кабинетик главного мужика. Как жаль, что нельзя называть фамилии. Не дай бог меня засудит когда-нибудь. Да нет, я шучу. Не шучу. Он нам просто из головы задал три вопроса. Сказал, ну вы знаете, формально все должно было бы проходить так, чтобы вы сначала, у каждого из вас был свой пациент. Вы бы его обследовали, написали анамнез, представили мне это все. Потом вы должны были бы пописать, описать какой-нибудь CT или рентген снимок. Снимок, по-русски же тоже так, да? Вот. И в конце вы должны были бы продемонстрировать мне образовую технику. То есть наложение бинтов, бинтов, да? Типа перебинтовать себя, друг друга, как пациента, кого-то в зависимости от конкретной техники, да? Конкретного названия, конкретной ситуации. Он такой, ну понимаете, сейчас мы это все делать не будем, я вам просто покажу рентген или CT, и вы ответьте мне на один вопрос. Итак, первой вызвалась самая смелая девочка из Германии, которая проходила практику в Америке. И вообще она венгерка, но как бы словачка по гражданству, поскольку я вам говорила, что, наверное, треть всех словаков по гражданству, они венгры по национальности, и родной язык у них венгерский, а не словацкий. Хоть они родились в Словакии, живут сегодня в Словакии, многие могут вообще не знать словацкий, это нормально. Меня сначала это немножко злило, но типа, окей. Но эта девочка конкретно, она очень умненькая. Вот, короче, ей он задал вопрос такой общий, наглый брюшной природой, то есть окутные состояния, критические, как-то по-русски. И я не могу переводить на русский медицинские термины, ни, блин, с немецкого, ни со словацкого. Ну, короче, окутное состояние брюха, брюшной полости. Это как бы самый базовый вопрос, он на него ответил, что-то поспрашивали. Нам потом всем троим показали одно и то же цветочку, один и тот же цветочку, одно и то же цветочку. Пациенты просто в разной стадии болезни. Окей, меня спросило тоже что-то несложное. Колоректальный карцином. Кстати, у меня появилось просветление, обязательно зайдите в мой телеграм. Мне кажется, я начинаю видеть знаки о том, что мне нужно стать гастроэнтерологом. Ну, потому что так жизнь сложилась, почитайте, написала в этом пост. Ну, или если захотите, видео сниму об этом. Хотя все же жалуются, что я просто много болтаю, без дела, без сути, лью воду. Как жаль, что мне плевать на ваше мнение. Это единственное место в моей жизни, мой YouTube-канал, где я могу выговориться просто как только захочу. Хоть у меня и есть в жизни близкие люди, но в жизни я довольно молчалива, закрыта. Не всегда могу вставить свои пять копеек. Потом забываю про это. И, короче, да. Только с вами я могу обсудить все-все-все. Я тут написал. Вот, в общем, мне задали... Это несложный вопрос. Бла-бла-бла. Потом дошло вообще до моего парня. И чтобы вы понимали, нас экзаминировали на клинике онкологической хирургии. Но какие вопросы задали ему? Во-первых, первый вопрос ему задали ортопедический. Причём такое название перелома, которого у нас нет нигде, вообще ни в каких книгах. Мы все впервые его слышали. Но мой парень, кстати, хочет стать ортопедом, ортопедом-травматологом. Поэтому, блин, вот интересно. Может, у этого мужчины, врача, какая-то интуиция, какое-то предчувствие. Посмотрел на меня такой гастроэнтеролог. Давай, колоректальный рак. Посмотрел на парня, такой, ммм, ортопед, травматолог. Он ещё накачанный такой. Давай, давай, спрошу тебя все самые гадкие вопросы, которые не знает никто. Да, парня немножко поунижали. Потом вообще его начали спрашивать. Орелы, оториноларингологические раки, карциномы, которых у нас тоже нет вообще ни в вопросах. На штатницу, на этот госэкзамен нигде, ничего. Ой, ну всё, я, наверное, не буду об этом говорить. Это, правда, было очень неприятно. Очень некрасиво с парнем поступили. Просто, блин, обосрали, реально. Обратная сторона сексизма, не знаю, расизм, возможно, всего понемножку. Зависть, да. Эти хирурги словацкие, многие молодые, они когда видят или чувствуют в тебе конкуренцию, например, видят, что ты парень, ну и у них в голове сразу, ммм, парень, скорее всего, захочет стать хирургом, ммм, будет мой конкурент, отберёт у меня работу. Ну, как бы, правда, в большинстве случаев так часто, реально, парни хотят стать хирургами. Вот, неважно, сдали мы практически экзамен. И в понедельник нас ждал уже сам госэкзамен, сама штатница во главе с этим. Вроде как в одной из самых хороших комиссий с одним «но». Если придёт этот самый главный мужик, который главный эпифигист, да, который должен был у нас, ну, вы поняли, да. А если он не приходит вдруг, то его заменяет другой чувак, очень злой, очень серьёзный, который обязательно любит выгнать хотя бы двоих студентов. Спрашивает просто название всех ран по-латински, ещё до чего-то докапывается и любит выгонять людей. До этого я ещё спрашивала у одной девочки из другой группы, у которой уже был экзамен с этой же комиссией, как всё было, бла-бла-бла, на что она мне ответила. Это был самый отвратительный госэкзамен в моей жизни. У него не было никакого профессионального уровня, что все между собой просто болтали, все члены комиссии, никто тебя не слушал. То есть слушали очень внимательно, отвлекались, выходили всё время позвонить, просто нагло жрали у тебя перед лицом. Вы знаете ещё, что вот на госэкзаменах в Словакии вы должны всей группой скинуться просто на огромную сумму денег, чтобы купить кучу еды, вино, цветы, подарки этой комиссии? А потому что, да, и всё равно, то есть неважно, сколько ты учился, сколько денег ты потратил на это всё, тебя всё равно могут выгнать, если у кого-то такое настроение. Да, так что... Мне подруга одна сказала, типа, ой, ну да, я понимаю, ты знаешь всегда, что ты точно сдашь, но всё равно волнуешься. Я такая, hello, нет, никогда никто не может быть уверен точно в том, что он что-то сдаст. Даже если ты самый гениальный человек на планете Земля. Потому что вот так. Так вот, нам повезло, и этот глава комиссии, этот пофигист, хотя тоже он со своими приколами, он присутствовал, он пришёл, а гадкий мужик, который любит всех выгонять, он не присутствовал, он не пришёл. Это уже плюсик. Далее. Нас разделили на две части, на две половины. Я вытянула хорошие вопросы. Мой парень чуть похуже, не знаю, мне вот очень везёт на вопросы хорошие. Ну, естественно, хорошие вопросы для меня большинство вопросов, потому что я учусь очень-очень хорошо. Но и правда. И опять же, один из них был гастроэнтерологический, что тоже здорово. Ну и, в общем, подтверждаю. Реально, все просто между собой болтали, члены комиссии. Дай бог, один какой-нибудь тебя в полуха слушал. Остальные говорили по телефону, бла-бла-бла, отвлекались. Ко мне всё были очень милые, всем понравилось, для меня всё было чудесно. Мне вопросов задавали немного. Всё, что мне... Те вопросы, которые мне задавали, я на них знала ответ. Это очень здорово. Но была ещё одна девочка. Одна моя одногруппница. Она тоже умненькая. Блин, у нас вообще, у нас вся группа очень умненькая. Может, немножко даже слишком. Прям такие ботаники-зубрилки. Вот лично, например, от группы моей лучшей подружки-украинки. Там вообще одни раз долбай. Но у меня группа прям мега-мега умненькая. Приятно быть частью этой группы. Я тоже умненькая бываю. Вот одна девочка в нашей группе. У неё какой-то тахипсихизмус немножко. Она говорит всегда очень-очень-очень быстро. Она очень умная. Она говорит всё правильно, всё по делу, но очень быстро. Ну и вот она отвечала, но, как обычно, никто особо не слушал. И в какой-то момент этот глава комиссии такой, типа, «Ой, ты так быстро говоришь, я там не успеваю что-то слушать. Давай спрошу тебя что-нибудь, что я точно знаю, ответ на что я точно пойму». Типа, «Окей». И такой, «Давайте проверим вашу вшеубетственную интеллигенцию». То есть вашу всеобщую интеллигенцию. Так он начинает спрашивать всё просто. «Ты знаешь, что такое Сталин?» «Ты знаешь, что такое Ленин?» «Ты знаешь, что такое Ги...» «Та...» «Лер». Не знаю, можно ли это слово на ютубе говорить. Просто начал её спрашивать такое, там, не знаю, про Советский Союз, про Вторую Мировую, какие-то странные факты. Мне хочется верить, что она это всё знала. Она, наверное, была немножко в шоке. То есть она так отреагировала. Типа, «Извините, у меня экзамен по хирургии, а не по истории. Почему вы задаёте мне такие вопросы?» Немножко напряжённенько было. Но в итоге, короче, всё прошло отлично. Это был самый лёгкий и самый быстрый госэкзамен. Но, как вы понимаете, в этот раз, правда, нам во многом очень-очень повезло. Ну и то, как вела себя комиссия. Реально непрофессионально, неуважительно. Но окей, как бы это сыграло в целом нашу пользу. В конце нас всех похвалили. Похвалили, сказали, что мы удивили их своими знаниями. Ну, наверное, потому что мы просто все очень много говорили. Они не слушали, что мы говорили практически. Всем поставили самые лучшие оценки. То есть «А» за исключением двух человек. Вы знаете, кого? За исключением самой первой девочки, которая отвечала самой первой. Тоже непонятно почему. Она всё отлично знала. У неё всю жизнь одни «А»-чика лучшие оценки. И за исключением моего парня. Опять фиг знает почему. Ему, его единственного, в конце, когда мы дарим им цветы, они нам жмут руки, каждый член комиссии по очереди нас поздравляют. Ему единственному, его единственного в этот момент похвалили. Из нас всех. Но при этом дали ему оценку самую худшую. Типа не прям плохую, но чуть-чуть хуже, да? То есть странно. И чтобы вы понимали, мы все закончили отвечать уже. Каждый человек, нас 10 человек в группе. Каждый вытянул три вопроса. И мы всё это ответили ещё до 10 утра. С учётом того, что сам экзамен начался в 8 с чем-то. Может, в 8.15. Мы, как обычно, ждали долго этого главу комиссии. Это было мега быстро. Потом где-то полчаса или час мы ждали, пока они посовещаются, примут решение. Хотя, скорее всего, они в это время просто заперлись и продолжали обсуждать какие-то свои истории из жизни и набивать себе пузо. Просто реально. Представьте, ты на госэкзамене, у тебя невероятный стресс, ты всё отвечаешь. Может, в чём ты не уверен, не знаешь, правильно говоришь, неправильно. И максимум один человек тебя в полуха слушает, а рядом сидят двое, включая главу комиссии, и очень громко друг между другом говорят, как бы перебивая тебя, такие типа «О, ну чё, а как дела там у твоей семьи? О, а чё там что-то кушал на выходных?» Да, просто это такой «Ммм, ладно, ладно, у меня был сэкзамен». Да, так что я очень рада. Я уже практически врач, мне осталось всего один экзаменчик. Хирургом я не буду, но хирургию я сдала. И так невероятно круто выходит, что пока что все эти госэкзамены, защита диплома, всё я сдавала, защищала на самую лучшую оценку. Я прям морально готова к тому, что с последним госэкзаменом так не будет, потому что у нас самая плохая комиссия, и в главе комиссии ректор. Не декан даже, а ректор. Да? Блин, декан. Не знаю, короче, я самый главный чувак, чуть ли не всего университета, не всего нашего факультета. Это очень жёсткий мужик, странненький, старенький, своими заскоками. Так что там я морально готова к тому, что так всё успешно не будет. Хотя, по сути, это будет экзамен по тому предмету, направлении которого я потом собираюсь работать. Ну, в общем. Ну, в общем, мы поняли. Так всё прошло. Ну и правда, мы закончили в 10 утра. Чтобы вы понимали, остальные наши госэкзамены, предыдущие два, мы начинали в 7 или в 8 и заканчивали просто в 2 часа дня, в 3 часа дня, без секунды перерыва какого-то, без воды, без еды. Это всё угощение для комиссии. Ну ладно. Водичку немножко мы могли попить. Всё. Я рассказала про хирургию. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на меня везде. И пусть у вас всё будет хорошо. Спасибо за внимание.